Знай наших! Пермский активист Владимир Кормщиков стал победителем эко-марафона National Geographic. 80-летний пенсионер известен тем, что почти 20 лет по своей инициативе и практически самостоятельно обустраивает в микрорайоне Парковый народный сквер. Тему продолжит Юлия Алеева. Издание National Geographic завершило экологический онлайн-марафон «Я берегу планету», который стартовал в конце апреля. В конкурсе было заявлено 15 номинаций. В одной из них «Зеленая планета» с большим отрывом победу одержал житель Перми Владимир Кормщиков. За него проголосовало 67% аудитории онлайн-марафона. Почти два десятка лет пенсионер из микрорайона Парковый тратит на создание этого сада все свои силы и средства. 1 августа исполнится ровно 20 лет, как пустырь, засыпанный строительными отходами, начал превращаться в зеленый оазис с солейами и цветниками. Теперь тут шелестят листвой березы, яблони и рябины, подрастают сосны и ели, кусты сиреней и роз. Каждое растение Владимир Кормщиков посадил своими руками. Местные жители не нарадуются. Это немыслимо одному задумать и самое главное сделать. Все радуются, все пользуются. Мы его любим. Он работает с весны до осени, прибирает тут и мусорные баки сам ходит даже, вытряхивает. Выйти вечером, посидеть тут как в лесу, только с лавочками, и все очень красиво и культурно. Очень востребован. Сквер, очень популярный у жителей микрорайона Парковый, сейчас занимает площадь порядка 6000 квадратных метров. Здесь несколько площадок для отдыха, и все они окружены цветниками. Когда наша съемочная группа встречалась с Владимиром в середине мая, он обустраивал спортивную площадку с гимнастическими кольцами, брусьями, бревном и канатом. И уже одну дорожку сварил, готовая уже, это вот так называемая дорожка для рук. Знаете, да, эти вот перехватывающиеся, вот одна уже готова. Сейчас заготовил все материалы на вторую дорожку, когда так уже идет. Не так, а вот, ну как лесенка, только горизонтальная. Вот, надо три таких дорожки в комплексе, вот, а потом турник трехуровневый. Постепенно к делу неугомонного активиста стали присоединяться общественники, волонтеры и местные власти. В прошлом году в сквере обустроили современную детскую площадку, уже на средства бюджета. В общем, сумел расшевелить всех. Прекрасная площадка, вот, очень безопасные качели. Я вот могу маленького ребеночка посадить в маленькую качельку, и она качается. А еще в сквере установлена стела, посвященная памяти фронтовиков, погибших в годы Великой Отечественной. Памятники героям тыла и детям войны. В планах Владимира Кормщикова оборудовать место для проведения торжественных и памятных мероприятий. И вот, уникальный многолетний проект Пермика теперь оценили и на мировом уровне. Окончательные итоги марафона National Geographic подведут 20 июля. Тогда же станет известно о денежном призе, который подготовили для победителей. И, кажется, мы знаем, на что потратит эту премию человек, который создал сад для всех. Я поклонник нашего города. Хочу, чтобы город был самый красивый город. Ну и, конечно, самый зеленый. Потому что вот здесь столько зелени, ни в одном городском сквере такого нет. К тому же еще и детские площадки, и памятники. Вот такого, как сказать, комплекса, что ли, в городе больше нет. Юлия Алеева, Елена Еговцева, Михаил Осетров. Телевизионная служба новостей.